Остановка на несколько минут. Никому не выходить из вагонов. Нужно проверить, что произошло. Нужно проверить, что произошло. Глубоко вдохните. Теперь выдохните. Дыхание не поможет. Я видела, на что они способны и знаю, о чем говорю. Я своими глазами видела, как эти крестьяне нападали на людей и убивали их, потому что они были богаче. Это страшно. Я не виновата, что у меня денег куры не клюют. Я даже не знаю, как выглядят эти куры. Душа моя, это был всего лишь один бут, разбойная шайка и ничего больше. Но, мой дорогой Влад, увы, я никогда не вернусь в свою страну. Я предчувствую, произойдет большая катастрофа. Боюсь, что даже царь в опасности. Наша великая страна на грани перемен. Грядет революция. Ну что вы, принцесса, пожалуйста, успокойтесь. Вы приняли свои маленькие розовые таблеточки. Влад, даже ваши проклятые пилюли не смогут защитить меня и мое богатство. Ну что вы, это нас, хорошее пилюли от чего угодно. Отправляйтесь в страну с нами. Итак, чем здесь может помочь армия? Ничем. Некоторые проблемы нельзя решить силой. Да ладно, все можно уладить одним хорошим наступлением кавалерии. Вы планируете оставаться в купе весь день? Я уверен, что скоро подойдет армия и спасет нас. А мне пока надо подумать о своей дальнейшей карьере. Думаю, из меня получился бы хороший политик. Да, вы прекрасно впишетесь в эту среду. Как это не печально. Эй, что происходит? Почему вы тут застряли? Командор может тебе рассказать, но тогда мне придется убить тебя. Это военная тайна. А теперь разреши представиться. Я полковник Стамп Проктор, герой гражданской войны. Правда? Рад познакомиться. Да, я отличился во время битвы при Геттезберге. Слыхал о такой? Да, читал что-то об этой битве в газетах. Я командовал резервным взводом. Мы бились против повстанцев за небольшую, но стратегически важную компостную яму. Вы, наверное, этим очень гордитесь? Ну, мы не хотели стрелять в женщин и стариков. К нам ведь был приставлен журналист. Так что мы отступили, чтобы перегруппироваться. Я до сих пор слышу выстрелы фермеров. Они прямо-таки звенят в ушах и в других местах. Командор, мы должны что-то делать. Я не могу поверить, что мое путешествие закончилось здесь. Это так скучно. Нет, все потеряно. Меня снимут с должности за эту ошибку. Это мое последнее путешествие. Я чувствую это, горе мне. Вздор. Я уверен, что армия ничего не сможет поделать, потому что система снабжения водонапорной башни заблокирована. Значит, все, что нужно, это разблокировать ее. Разрешите мне попытаться, командор. Я когда-то ходил на курсы для слесарей. Не к добру это. В инструкции к поезду ничего не говорится о таких поломках. А если этого нет в инструкции, я пропал. Так что, видимо, терять нам нечего. Делай, что считаешь нужным. Спасибо. Вы не пожалеете. Такие вещи у меня хорошо получаются. Может, потребуем провести воздушную атаку? Кто контролирует воздух, тот контролирует и воду. Ну все, сейчас мы пойдем. Сейчас мы заблокируем тем, что там черствело это. Что-то вообще, там заржавело. Рычаг. Выдавание воды. Так. Я не знаю, куда-то пошел. Я не знаю, куда-то пошел. Что-то я, на самом деле. Продолжение следует... 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 А, доктор Влад, вас-то я ищу. Чего ты хочешь? Я брал у тебя деньги в долг? Принцесса Куглов зовет вас. Она не помнит, куда дело свои сокровища. Может, вы сможете ей помочь? Загипнотизируйте ее. Ты очень просто пассажир. Я зашел помочь принцессе, а теперь она зовет вас. Пожалуйста, пойдемте. Принцесса, пожалуйста, сосредоточьтесь. Смотрите сюда. Загляните в мою душу. А, я в вашей власти. Я курица. Вы не курица. Сосредоточьтесь. Вы видите драгоценности? Расскажите, что вы видите? Поезд замедляет ход. Я беру драгоценности. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Так, все хорошо, кроме... Ку-ку-ку. Куда вы их кладете? Я не знаю. Они были в моем гнезде. Ку-ку-ку. Но я их переложила. Дам вагон. Смотрите внимательно. Какой вагон? Где ваши драгоценности? Ах, да. Пахнет чесноком. Фу. Чесноком? Так, вы уверен? Ну что, доктор, что-то проясняется? Да, все нормально. Мой метод действует медленно, но эффективно. И еще пахнет тухлятиной. Как в купе с потными скунсами. Ку-ку-ку. Кухня. Она, наверное, говорит о кухонном вагоне. Поэтому там так пахнет. Принцесса, сконцентрируйтесь. Вы на кухне. Что вы делаете? Я не знаю. Я вижу тайник. Какой тайник? Проснитесь, сосредоточьтесь. Где сокровище? Пять рук, да. Чтобы открыть тайник, нужно пять рук. Хорошо, я пойду на кухню. Я как раз проголодался. Как ты собираешься помогать этой престарелой принцессе? Что-что? Я бы на вашем месте не спешил бы отдавать кого-то престарелым. Да ладно, кавалерия не стареет. Она с уважающейся символ тоталитаризма. Не то, что американцы и англичане. Мы ведь одинаково любим свободу. В этом меня убедил Филиас Фок. Вы знали его? Да, и до сих пор вожу с ним в знакомство. А ведь мы чуть не подрались на дуэты. Сейчас уже даже не помню и зачем. Я ведь вспыльщик, понимаешь? Я и при Геттосберге. Да-да, вы об этом уже упоминали, и не один раз. Но все-таки мы отменили Геттосберге. Я тогда еще не оправился от Раней. У меня до сих пор свинец в филейной части. Сувенир от Ватстарксберг. Что могу себе представить? Должен сказать, на меня произвело впечатление его смелости. Смелость Филиас. Мы стали добрыми друзьями. А сколько было выпито вместе. Я все думал повторить его кругосветку. Но мы даже в письмах эту идею обсуждаем. Только вот нужно спонсора найти. Может, вам просто придумать себе хобби? Это я все к тому, что наши две страны связывают демократические ценности. Не бегай за сокровищами, болитыми кровью, потом и слезами русских крестьян. Может, вам попробовать собирать марки? Сокровища надо вернуть русскому народу, которому они по праву принадлежат. Поверь мне, если крестьяне решат свергнуть царя, американцы их обязательно подъятят. Россия еще станет образцом демократии. Вы действительно во все это верите? Я тебя предупреждал. Я тебя предупреждал. Ага! Кнопка! Принцесса сказала, что нужно пять рук, чтобы нажать на кнопку. Если это так, мне понадобится помощь. Я не могу нажать на все эти кнопки одновременно. Мне нужна помощь. Ага! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Рафа Дракуна. У меня с ним нет ничего общего. И я не питаюсь человеческой кровью. Она отвратительная. Слишком кислая. А как же полковник Проктор? Это был медицинский эксперимент? Да, вообще-то да. Чтобы снять проклятие Дракуна, я изучаю бессмертие. И для моих исследований мне иногда нужна кровь. На такие эксперименты спонсоров не заманишь. У полковника Проктора очень крепкий сон. Вот я и взял несколько капель крови при помощи шприца. Но у него два пятна на шее. Я не очень хорошо умею обращаться со шприцем. Прогуливал эти занятия в медучилище. Пришлось два раза его кольнуть. Понятно, но полковник очень напуган. Я думаю, вам следует извиниться и подбодрить его. Ты прав. Можно его загипнотизировать и внушить спокойствие. А вот этого делать не стоит. У вас и так уже проблемы с имиджем. Настоятельно рекомендую над ним поработать. А, это еще зачем? Что не так с моим видом? Готика ведь сейчас в моде. Если вы не хотите, чтобы вас принимали за вампира, то не надо выглядеть и вести себя как вампир. Вы, кстати, на чем спите? На изолированной кровати. Когда-нибудь все будут на таких спать. Так что мне теперь делать? Сначала подберите более подходящую одежду, что-то поярче, повеселее. Голубой цвет пройдет к вашим глазам, можно подзагореть. Ну и, конечно, нужно изменить декор в этом купе, а то здесь мрачно, как в склепе. Если это поможет, я не против. Но я ничего не понимаю в дизайне. Я не из этих женоподобных художников. Не волнуйтесь, я найду вам дизайнера. Судя по тому, как все складывается, в поезде наверняка найдется кто-нибудь подходящий. Хорошо. А я пока пойду подбатрю Проктора. Продолжение следует... А, этот? Очень, очень красиво. Нет, ты только посмотри. Я слышал, в следующем году в моде будет оранжевый. А может, этот? У короля Артура был похожий? Да, нет. Я не знаю. Просто оставьте. А, я так и знал, мсье. Хороший вкус. А как вам этот? Это просто писк моды килтов. Все захотят быть похожими на тебя. Нет, честно говоря... Ну нет, мсье, классический стиль. Сейчас посмотрим. Гальский принц с гальской расцветкой. Как у самого храброго сердца. Да-да-да. Очень хорошо. Я возьму два таких для себя. Хватит. Хватит. Ага. Гопк. Значит, нашли новую жертву. Не смеши меня. Мы просто помогаем дизайнеру поменять интерьер вагона. Совет никогда не помешает. Пощадите. Спасите. Умоляю. Перед тем, как переделывать весь поезд, потренируйтесь на одном купе. Парень, это хорошая идея. Отлично. В хвосте поезда есть какие-то помещения. Пойду посмотрю. Вообще-то я собираюсь предложить купе своего друга. Он будет рад помочь. Здорово. Пошли туда. Секундочку. Макки Шифт, ты сходи и посмотри. А у нас есть и другие срочные дела. Договорились. Мне прямо не терпится начать. Хорошо. Я тоже пойду. А ты поможешь нам. Я? Почему я? Услуга за услугу. Ну хорошо. Что вы теперь хотите? Надеюсь, не нужно проверять Килтона на наличие брака? Ничего сложного. С этим и ребенок справится. И обезьяна. Просто раздай эти листовки работникам поезда. А всего нужно дойти шесть работников. Будь внимателен. Нужно отдать листовки лично им в руки. Печать листовок стоит дорого. Понятно. Но для чего это все? Мы заметили, что наш вид... Вводит людей на подозрения. Ты видел, как ведет себя дизайнеры? Странновато, да? Люди не знают, как общаться с теми, кто носит Килт. Я их понимаю. Так что будет лучше, если вербовать новых людей будет кто-то еще. Так это значит просто ваш манифест, да? Да, верно. Но это приятный манифест. Ну ладно, тогда я пошел. И не забудь, не меньше, чем шестерым работникам. Шесть – твое счастливое число. Это тебе. А, реклама мини-юбок. Интересно. Твое счастливое число. Это тебе. Спасибо, но с моими ногами юбку не наденешь. Это тебе. Подойдет моему хомячку. Это тебе. Что это? Секта? Обычно я держусь от сект подальше. Это тебе. Хорошо, давай сюда. Поехали. Поехали. Спасибо, но с моими ногами юбку не наденешь. С relate. Хорошо, а дос Fi, мы пока с galera. Как, отменяй? Вakra мос ree тяжелый. КОТОР. КОТОРОМ. Браво! Отличная работа! Знаете, я придумал, как заставить эту груду металлолома двигаться быстрее. Правда? Расскажи, я люблю скорость. Знаю, звучит банально, но это правда. ААААА!!! О, нет, что это было? Понятия не имею. Давай посмотрим, кто кричал. От этого грохота я плохо соображаю. Субтитры сделал DimaTorzok Помогите! Помогите! Открывай быстрее! Я задыхаюсь! Влад! Влад, что здесь произошло? Вспомни про наш разговор. Ты не должен вести себя, как сам знаешь кто. Мое купе. Оно... Что они с ним сделали? А, монстры! Да я вас сейчас рассерзаю! Что? Не так уж и плохо. Цвета приятные, оттеняют ваши глаза. Ты шутишь, наверное? Или ты дальтоник? В таком окружении мне обеспечены кошмары наяву до конца жизни. Да ты только посмотри! В дешевых гостиницах и то уютнее. Извините, что беспокою. Но не будете ли вы и так любезно открыть? Здесь душновато на мой вкус. Конечно, я тебя вытащу. Не забудь про эту услугу, когда мне понадобится кого-нибудь загипнотизировать. Вот он заваляется. С какой стати ты объявил себя дизайнером? Ты наш бухгалтер, а не дизайнер. Но я всегда хотел стать дизайнером. И, по-моему, у меня есть к этому талант. Но папочка и слышать об этом не хотел. То сделано, то сделано. Но доктор прав. Вы скомпрометировали нашу организацию. О, спасибо. Хоть у кого-то здесь есть мозги. Это все слишком банально. Нужно было использовать больше тканей. Это все слишком скучно. Слишком бледно. По-моему, это вы выглядите бледно. Вы хорошо себя чувствуете? По-моему, вам хочется спать. Вот вы сказали... А я и правда захотел спать. Но на работе нельзя спать. Возможно, в этом и мое призвание тоже. Рад видеть, что вы оба разглядели в себе женское начало. Но если вы еще хоть пальцем прикоснетесь к моему купе, я вас везде найду. Может, внушу одному из вас, что он пожарный гидрант, а другому, что он собака. Это он еще счет не видел. Доктор, а как же моя пилю... О, восхитительно! Как в большом театре. Что? Я дизайнер. От имени Гобка. Правда? Мои поздравления. Это абсолютно поразительно. Это комбинация реализма и модерна. Прекрасно передает ужас и отчаяние современности. И так живенько. Дорогой Влад, вы меня удивили. Какая трансформация! Лучше бы вы оставались курицей. Я была бы очень рада стать поклонницей этого необычайного стиля. Неужели это правда? Какая честь для Килта и его почитателей по всему миру. Вот видите? Теперь никто не посмеет сказать, что я плохой дизайнер. Я всегда знал, что папочка был мне прав. Я полагаю, все это благодаря вам, молодой человек. Нет, это я... Я только предложил идею, но все остальное не мои заслуги. Какой он скромный. Ко-ко-ко. Благодаря вам с нашим доктором произошли такие перевоплощения. Заходите ко мне в купе поболтать. Ко-ко-ко. Да-да, я постараюсь. Все равно особо заняться нечем. Итак, вот план, чтобы ускорить движение поезда. Первым делом надо, чтобы он тронулся. Наш добрый доктор, видимо, дожал на стоп-кран. Это один из самых дешевых поездов, так что внезапная остановка может вызвать проблемы. Но, командор, похоже, не торопится ничего чинить. Вот что грозит тем, кто не носит Килты. Они становятся тяжелыми на подъем, поэтому очень важно закрепить на передней части поезда настоящий шотландский Килт. Это необходимо. Это увеличит скорость поезда. Килт? Ты в этом уверен? Килт увеличит скорость поезда? Это звучит странно и противоречит законам физики. Эй, не я придумываю законы. Я живу по ним и стараюсь приладить к ним Килты. Это жизненно важно. Объясню позже. Торопись. Я разработаю собственный каталог интерьеров для склепов. Ура! Где бы снять офис? В Сан-Франциско или в Милане? Оставьте меня. Хорошо, что вампиров не тошнит. Я вам всем внушу, что вы тыквы. Хорошо, я надел Килт. И все же это как-то странно. Можем уйти. Мне мешает кусок железа. Нужен инструмент, чтобы его удалить. Кусок железа мы сможем сдавать с помощью вот этой. Берем вот эту. Вот и все. Раз плюнуть. Молодой человек, подождите. У меня для вас сообщение. Правда? Сообщение для меня? Нет робота. Должен сказать, я знаю, о чем оно. Оно исполнено гордостью. Передаю вам это послание, восхваляющее честь и величие. Это... О чем это, вы, полковник? Можно поменьше пафоса? Вы же еще не начали свою политическую карьеру. Еще раз поздравай, поездрай, поздрай. Я понял. Вы джимы, да? Добро пожаловать в клуб. Ух, ух, совсем с ума сошел. Так, послушал сообщение. Да, молодость, не будешь. Дорогой племянник, как ты знаешь, я имею право назвать двух новых шкенов реформ-клуба. Вторым я назвал тебя, и ты принят. Поздравляю. Членский взнос оплатишь по возвращении. Я никогда и не думал об этом. И не уверен, что хочу быть членом клуба, который согласен меня принять. Кстати, кто такой членский взнос? Проходите, молодой человек, не стесняйтесь. Принцесса, присаживайтесь. Рядом со мной. Близко и уютно. Спасибо, принцесса. Ты знаешь, у нас больше общего, чем кажется. А я думал, у нас мало общего. Послушай, я принцесса Татьяна Иларионовна. Восемнадцатая, гнижна, наследница состояния Кугловых. Троюродная родственница кузенов царя. Да, поэтому я имею личный доступ к архивам его величества. Очень интересно, но я не понимаю, какое это имеет отношение ко мне. Я не знаю даже, как пишется царь, и не уверен, что смогу повторить ваше отчество. Ну, дорогой мой, я случайно узнала, что ты единственный наследник исчезнувшей королевской династии. Кто? Я? Это что, шутка? Меня снимают скрытой камерой? Уверяю вас, молодой человек, вы знатного происхождения. Ну, поклянитесь, никому об этом не говорить. Это секретные архивы. Я должна быть верна традициям нашей аристократии. Но вы мне так нравитесь. Это просто новый одеколон. Спасибо большое за всё. Такая неожиданная новость. Ну, я пошёл. Теперь ты, как и я, принадлежишь к элите. И мы можем стать немного ближе. Мы ведь найдём общий язык, а? А, да-да. Я счастлив, принцесса. А сейчас прошу меня извинить. Я слишком взволнован. До свидания, принцесса. Хорошо, хорошо. Но возвращайся побыстрее. Мы обсудим твоё наследство. Эта старуха рассказывает какие-то небылицы. А что, если это правда? Может, Мэтью что-то об этом знает? Спасибо. 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 Спасибо.